Привет друзья! Добро пожаловать на канал Капитан Герман И сегодня давайте рассмотрим с вами одну очень важную тему, о которой меня также очень давно спрашивают Сегодня мы рассмотрим правила таможенного и иммиграционного контроля при пересечении границ И вообще, в принципе, правила пересечения границ между разными странами Погнали! Но перед тем, как я начну рассказ о, собственно, правилах прохождения границы Я хочу сделать небольшую ремарку, небольшое отступление Меня периодически спрашивают, как путешествуют яхтсмены, какие визы нужно открывать Что нужно делать для того, чтобы спокойно находиться на воде Можно делать визы, например, ЕС, если вы путешествуете много Но визы ЕС или биометрический паспорт дают всего 90 дней из 180 То есть, грубо говоря, если вы хотите открыть свой сезон, например, в апреле месяце То у вас идет апрель, май, июнь, а еще есть июль, август, сентябрь, октябрь То есть, 4 месяца, которые вы пропускаете И что в этом случае надо делать? Есть очень простое решение Это оформление гражданства Евросоюза Для этого можно обратиться к нашему партнеру International Business Компания, которая занимается юридическим оформлением И юридической помощью при оформлении паспорта ЕС Получая паспорт ЕС, одной из 28 стран Евросоюза Вы можете получить безвизовый доступ в 170 стран мира Но мало того, что 170 стран вы можете просто посещать Вы можете вести бизнес, вы можете работать Вы можете учиться И, в принципе, безлимитно находиться на территории Евросоюза Любым способом Самолетом, яхтой Опять же, скажем, страны такие, как French от RMR территории То есть, французские заморские территории Например, Таити или Мартиник или другие карибского бассейна Вам нужно делать специальную от RMR визу В случае, если у вас есть гражданство И в случае вида жительства Либо паспорта уже страны ЕС Вы можете эти страны посещать Как турист, так и с целью работы Точно так же, как вы бы ездили в домашнюю страну Скажем, в любую страну Европы Сели на самолет и прилетели Поэтому для тех, кого интересует такой вид решения вопроса Пожалуйста, International Business Я даю ссылочку вниз под видео Пишите, и менеджер вам ответит И расскажет на те вопросы Которые у вас возникнут А теперь давайте перейдем к непосредственно Видео Я расскажу, как оформляется процедура чекина И чекаута Если вы находитесь Если вы заходите И пересекаете любые территориальные границы Яхты Погнали Ну что, давайте рассмотрим сначала теорию А потом перейдем непосредственно к практике Правила достаточно простые Вам нужно понять, что при пересечении границы Другого государства Вы должны заявить о себе То есть, при пересечении границы Уже подходя к месту остановки Вам нужно заявить о том Что вы намерены делать О том, что вы пересекли границу При подходе к любому острову Или к любой стране Происходит следующая процедура Сейчас я вам покажу, как это все происходит Вот контроль, вот контроль Селинбот, мы должны звонить Друзья мне, over Под контроль, please go ahead Hello, we are approaching And we would like to pass immigration and custom formalities Please, what should we do Could you advise, please, over Let's go inside Marina I have to take a text Into custom and immigration office, over Thank you very much Everything clear Standby 16 Have a good day Standby 16 Transmission clear Вот таким вот образом происходит В принципе, общение Когда вы подходите к любой другой стране То есть, оно может отличаться Они могут что-то рассказывать вам другое Что вы собираетесь делать Но, в принципе, вот где-то так Это если вы связываетесь с порт-контролем И он вам отвечает Но обычно этого не происходит Вы идете прямо вглубь, прямо в гущу событий И все это делаете самостоятельно Скорее всего, вам нужно будет пройти карантин То есть, health department Карантин на ввоз растений Далее, вам нужно будет пройти иммиграцию И custom clearance То есть, таможенную очистку Ну что, друзья С теорией более-менее понятно Но теория, на самом деле, настолько далека от реальности Что, в принципе, теорию мы можем совершенно не рассматривать Потому что весь мир значительно проще устроен Чем даже вот эта вот теоретическая муть О которой я вам только что рассказывал Вот представьте себе Вы подходите к другому государству Вот, например, сейчас мы находимся на Сан-Мартене Давайте рассмотрим теорию прохождения всех процедур на Сан-Мартене Сан-Мартене надлежит французским заморским территориям Или, как он называется, French Otreme То есть, они считают себя частью Франции Что, в принципе, так и есть Потому что заморские территории Франции Это и есть Франция Здесь ходит валюта евро Ездят автомобили со значком Евросоюза и буквочкой F И имеют формат французских номеров Поэтому, в принципе, имеет смысл рассматривать это С точки зрения французских территорий Итак, давайте ближе рассмотрим то Как происходит процедура оформления на Сан-Мартене Вы приходите При подходе к острову совершенно не нужно никому ничего объявлять Потому что, скорее всего, вас даже никто не будет слушать Потому что нету службы, которая будет настроена на то, чтобы смотреть внимательно за вами Что вы куда-то подходите Этого всего нету во всем мире Это крайне редко встречается Вы приходите Здесь есть несколько магазинов В которых установлен компьютер И вы приходите просто со своими документами К этому компьютеру И открываете Говорите, мне нужно сделать таможенную очистку Нажимаете кнопку Custom Clearance Вбиваете In Полные спецификации лодки Потом заполняете Крюлист Говорите кнопочку OK Все данные уходят в Custom В Immigration, во все службы, которым необходимы эти знания И у вас происходит распечатка на принтере Вам в магазине, в котором вы это сделали Ставят печать магазина Вуаля Добро пожаловать на French Outremer Так происходит практически на всех французских заморских территориях Будь то Сан-Барт, Сан-Мартен, Мартини, Гваделуп Все происходит приблизительно одинаково Эти компьютеры стоят в сувенирных лавках В мэриях города Практически в любом самом маленьком селе Вы просто останавливаетесь Заходите в какой-нибудь там туристический центр И уточняете, где можно на компьютере сделать Custom Clearance Вот и вся процедура Иногда с вас могут взять 5 евро Это сервис фи, но это зарабатывает сам магазин А все оформления происходят совершенно бесплатно В результате вам дают вот такой вот листочек На котором есть все данные лодки И ваш кривлист, по которому вы зашли Если кому-то нужно улететь с этого острова Вы по кривлисту можете совершенно спокойно на это улетать Если спросят, где вы были и как вы сюда попали Потому что печати же в паспорте нету То вы показываете просто этот листочек Или копию, или телефон И говорите, ну вот мы зашли лодкой А они такие, ну все окей, все нормально Вот так происходит процедура на French от RMR Теперь давайте возьмем для примера, например, Антигу Антигуа это бывшая британская колония Которые получили, естественно, свою независимость Здесь происходит все следующим образом Вы подходите, естественно, по радио никому вы не интересуете Вы можете пообщаться только с Мариной На наличии свободных мест Если вы хотите стать в Марину или стать на якорь Это ваше личное дело Вы свободный человек, вы имеете право делать все, что вы считаете нужным Далее вам нужно попасть и пройти иммиграцию и кастер Значит, что для этого нужно? Вы берете такси, выходите на берег Берете такси и едете в город, в котором есть такая возможность В данном случае мы ездили в English Harbor И здесь есть специальный дворик в бывшей резиденции Нельсона В которой вы проходите следующую процедуру Я уже вам про нее рассказывал немножко в другом видео Но я повторюсь, я хочу сделать сейчас такое вот резюме Все, что вам нужно сделать Это вы сначала садитесь за компьютер И забиваете просто свой профайл То есть вы делаете регистрацию у них на сайте Кстати, регистрацию можно сделать на сайте заранее Сейчас на видео я вам покажу эту ссылочку И снизу она будет в описании Вы заходите, делаете профайл своей лодки И если вы знаете, каким составом вы придете Вы можете забить это все заранее Для того, чтобы не терять время Далее вы подходите к окошку Custom И говорите Мы пришли Они такие, пожалуйста, кто вы? Вы говорите, вот такая-то лодка Они у себя это распечатывают И далее вы проходите процедуру Custom In То есть вы входите в страну И оформляете лодку на предмет Не привезли ли вы товар Не имеете ли вы оружие И прочее, прочее, прочее Какие-то товары Вы проходите, вам ставят штампик После этого вы идете в эмиграцию В эмиграции они по крюлисту, который вы заполнили в системе Вы даете паспорта Они вам ставят штампики на In В паспорт Вы приходите, показываете, что вы прошли In Опять в окошко таможни Вам выдают документы Все Вот это вся процедура таможенного оформления In Если вы делаете Out То процедура следующая Вы также приходите в Custom И идете по списку Custom, Immigration Ну, на выходе нужно еще пройти Порт-контроль То есть они смотрят, сколько вы стояли На Антикви У них есть правило, по-моему, 4 доллара в день Стоит для лодки нашего класса Еще у них есть там Какой-то плата за утилизацию мусора И что-то вот такое Но это все как бы копеечки То есть это не важно Вы оформляетесь Проплачиваете все взносы Получаете тоже таможенную бумажку Вам ставят в паспорте Out И все, вы прошли Процедура немножко может занять время Потому что в ней присутствуют люди Ну, где-то за полчаса оформляется In Может даже быстрее Если вы все сделали на компьютере заранее То тогда это может быть вообще там 5 минут займет Может 10 То есть вот такая вот процедура Оформления на In И на Out На Анти Подрезюмируем Если в начале видео я вам рассказывал О том, что происходит По теоретическим правилам Сейчас давайте резюмируем Как это проходит по факту Вам нужно пройти в большинстве своем Кастом Это таможня И иммиграцию Вот эти вот две службы Которые отвечают за ваш приход на остров Если остров действительно маленький То скорее всего Кастом и иммигрейшн Это будет вообще один офицер Который сделает все Сразу вам поставят все штампики И даже не нужно будет ходить в два окошка Теперь возьмем страны такие Поддичей Давайте возьмем, например, Кубу При прохождении Ин на Кубе Есть еще дополнительная процедура Приходит Агрокалчер Что-то там Короче, дядечка Который проверяет Не привезли ли вы Какие-то заморские И экзотические растения Животных На лодку То есть, грубо говоря Карантинный офицер Карантинный офицер Смотрит Нету ли у вас растений Подписываете ему бумажечку Что вы здоровы И пришли Платите там 5 долларов Или сколько там 10 долларов Платы И все И далее Кастом И далее иммигрейшн Они все приходят к вам на лодку И оформляют все Прямо на месте То есть Это так, как происходит Скажем Например Какой-нибудь Египет Возьмем такую Дичь вообще Но сейчас я Не буду рассматривать Вопросы ценообразования То есть Они в каждой стране Могут быть Разные Могут быть свои То есть Нужно просто вам Смотреть заранее Сколько вы готовы Потратить Идти или не идти Потому что, например На тех же самых Багамах Оформление будет Вам обойдется Порядка 500-600 долларов Потому что Входит Крузинг-пермит Входит Пермит На рыбную ловлю Если вы рыбную ловлю Не ловите Это вообще Никого не волнует Ну 300 долларов Или там 200 долларов Вы должны отдать За эти манипуляции Короче Есть еще Такие сборы Которые Желательно узнавать Заранее Потому что Можно так нормально Отлистать Типа Например Как на Галапагосах За посещение Национальных парков Было 250 долларов Человека Вы пятером Заходите Такие 1250 долларов Раз Такие отлистали То есть Узнавайте заранее Как узнавать Ниже ссылочка На нун сайт Там происходит Там Крузеры Делают описание Всех процедур И всех стран Вы можете зайти Посмотреть В каждую конкретную страну Что нужно Для того Чтобы туда попасть И не попасть На деньги Теперь давайте Все таки Вернемся К Египту В Египте Вы приходите Ночью И должны Стать на буй Если вы приходите Ночью Если вы приходите Днем Вы по радио Вызываете Там Не знаю Хургада Портконтроль Вам может быть Отвечают Если они заняты Могут не отвечать Но тем не менее Вы о себе заявляете И должны До них дозвониться Вы ставите на буй Либо они вам говорят Подходите К таможенному Пирсу Вы подходите К таможенному Пирсу И к вам Приходят все Иммиграционные Офицеры И вам там Лодку перероют Все раскроют Посмотрят Проверят На дроны Можно ли их везти Или вас нужно В тюрьму посадить Как бандита За это Короче Перероют лодку Но тем не менее Процедура одинаковая Иммиграция Таможня И По-моему Тут уже есть У них карантин Но я этого уже не помню Это не настолько важно Короче Они приходят к вам Вы платите И вам дают бумажку Крузин пермит На нахождение Один месяц В территориальных водах Египта Вы отчаливаете И дальше уже делаете Что хотите Согласно законодательству Египта Давайте рассмотрим Иммиграцию В Европу То есть Когда вы заходите В Европейский союз Вы приходите В Кастом Иммиграция Это обычно Одно окошко Причем скорее всего Кастом Вы даже не проходите Потому что Вам нужно Все что нужно Это поставить Штампик В паспорт Поэтому Скажем Вы пришли Например В Валенсию Или на Тенерифе Вы заходите В полицейский участок Который находится Прямо рядом с Мариной Они ставят вам Штампик В паспорт Добро пожаловать И с этого момента У вас отсчитываются Все кастом процедуры На вашей лодке Никаких других Оформлений нету Никому Ничего заранее Звонить И заявлять О себе Необходимости Нет А вообще Когда я слышу Истории о том Что Скажем Зайти Там Не знаю Нужно там С кем-то Связываться Или выйти Какие-то предоставлять Маршрутные листы Вам нужен Какой-то агент Ааа Это дичь Это дичь Нету нигде В мире такого Есть какие-то Типа Судана Где вот это Все есть Или какие-то Шри-Ланки Вот это вот Уровень развития Он находится На одной линейке Вот с вот этими Вот странами Просто Блин Берешься за голову Я понимаю Прекрасно Почему туда Никто Нафиг на яхтах Не ходит Это нужно быть Очень любить Геморрой Для того Чтобы вот этим Вот всем заниматься Лично я себя Вообще под страхом Катастрофы Не вижу Заходя на лодку Просто потому Что я не считаю Что я хочу Тратить время Яхтинг Вы ходите За большие деньги На своей лодке И вы хотите Получать за эти Деньги Удовольствие То есть Это Плэжер Бот Поэтому Все что Я считаю Люди Хотят получать Это Минимальное Количество Головной Боли И максимальное Количество Удовольствия Поэтому Страны В которых Есть Вот это Вот забить В голову Гвоздь Чтобы Оформиться Никто Туда 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 Ходит Деньги Там Свои Не Тратят Не Оформляются И Предпочитают Страны С наименьшим Количеством Сложностей Собственно Как я И делаю Поэтому Если в стране Есть желание Развивать Яхтинг Нужно Сделать Так Чтобы Там Как-то Придумать Было Вот Можно Туда Зайти Не Надо Это Все Нужно Сделать Так Чтобы Люди Просто Хотели Заходить В данную Акваторию И Все Изобретать Велосипед Не Нужно А вот Это Паранойя Типа Зашли Шпионы И Украли Военную Тайну Я не Знаю По-моему Это Какой-то Бред Поэтому Страны Которые Сидят И держатся Вокруг Своей Военной Тайны У них Яхтинг Вообще Не Развит Ну Что ж В принципе С оформлением Понятно Давайте Еще Раз В конце Подрезюмируем Что Бывает Когда Вы Заходите Вывешиваете Желтый Флажочек Говоря О том Что Вам Нужна Карантин Фри То есть У вас Никто Не болеет И вам Оформлять Никакие Карантины Не Нужно Этот Флажочек Еще Часто Путают Пожалуйста Сделайте Нам Кастом Клиренс Ну Не важно То есть Это не Об этом Сейчас Речь Вам Нужно Пройти Иммиграцию Кастом Это Две Структуры Которые Практически Есть Всегда Иногда Появляется Порт Контроль Если Есть Какие То Сборы В Акватории Или Платная Акватория Далее Может Быть Health Department То есть Это Здоровье И Может Быть Карантин В Принципе На Этом Все Заканчивается Далее Когда Вы По Радио Связываетесь С Берегом Это Не Связано С Тем Что Вы Объявляете Там Не Знаю Watch Tower Порт Контроль Кто Угодно О Том Что Вы Прибыли Вы Обычно Связываетесь С Мариной И Запрашиваете Просто Берс Или Место Для Заправки Или Воду Что Хотите Это Именно Марины То Есть Выдачей Места В Марине Сейчас Я вам Покажу Видосик Небольшой Как мы Связывались С Мариной Они Нам Рассказывают Как Зайти Это В принципе Процедура Которая Происходит Когда Вы Подходите На Оформление Но Это То Что Связано С Мариной Непосредственно Даже Если Вы Зашли Первый Раз В Страну Вам Куда Надо Деться Если Вы Знаете Четко Куда Идти Где Якорин Пожалуйста Если Хотите В Марине Пожалуйста Есть Такой Вариант Дальше Диалог Именно С Мариной Слева Бatin С 7 2 И Внутри Продолжение Продолжение Куда А Пожалуйста Подписывайтесь О День С При Общий От С Просред Куда 6 8 С Н 2 6 2 Ну что, друзья, я надеюсь, я вам сегодня рассказал в принципе кратенько о том, как проходит эмиграция и таможенная очистка, пересечение границ в различных странах и с небольшими примерами. На этом наш выпуск подошел к концу. Обнимаю вас, до встречи и надеюсь, что скоро я буду видеть вас на ваших лодках, бросающие якорь рядышком со мной. Пока и до встречи в следующем выпуске. Субтитры подогнал «Симон»